Многие беспроводные зарядные устройства имеют одну неприятную проблему. Положил устройство неровно на чикатушку и все, никакая зарядка не идет. В компании Zens решили эту проблему и представили Liberty, работающий аналог отмененной AirPower, но с парой изменений. Меня зовут Костя, вы на канале iLaunch, не забывайте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Какие бы зарядные устройства я не тестировал, стабильно раз в месяц смартфон не заряжался ночью из-за того, что был расположен как-то неправильно, неровно. И не всегда это была проблема моя, что я не дождался начала зарядки. Бывает, что приходят уведомления, телефон сдвигается и все, зарядка прекращается. Особенно этим страдают стеклянные зарядки, где нет никаких прорезиненных фиксаторов. Например, у зарядок Native Union, да и у кучи других производителей, такой проблемы нет. Силиконовые полосы отлично держат любой смартфон и никакие уведомления ночью его не сдвинут. Когда анонсировали AirPower, казалось, что больше проблем не возникнет. Зарядку планировали хитро установить огромное количество чикатушек, которые будут определять, какую мощность отдавать на то или иное устройство, обеспечивая быструю зарядку для каждого. Но ее отменили спустя год после анонса, не справились с перегревом. Ходят слухи, что Apple не забросили разработку и пытаются решить проблему. Конечно, сторонние производители все это время тоже не сидят на месте и показывают свои продукты, аналоги. Первой беспроводной зарядной станцией, которой без разницы, как в этом разместить смартфон или наушники, стала Zens Liberty. Тем же она отличается от всех остальных зарядных станций. Во-первых, тут не одна и даже не две зарядные катушки, а целых 16. Смартфон или любое другое устройство с поддержкой беспроводной зарядки можно размещать где угодно. Зарядка начнется в любом случае. Это исключает проблемы с ситуациями, которые я описал выше. Единственное, по самым краям нет катушек. Ну и смартфон туда проблематично положить. Лучше целиться в центр, поэтому это из-за минуса считать нельзя. Во-вторых, есть дополнительный разъем USB Type-A, для которого разработан специальный переходник с доком для Apple Watch. Можно заряжать любое устройство по проводу, если есть такая необходимость, или часы через док. В-третьих, зарядка выглядит достойно. Основа пластиковая, но рамка выполнена из алюминия, а верх покрыт мягкой тканью, чтобы не царапать стеклянный корпус устройства. Также есть лимитированная версия с прозрачной панелью, демонстрирующая все катушки. Но на мой вкус, она выглядит слишком броско, и не в любой интерьер впишется. Как быстро заряжаются устройства? Одновременно можно заряжать два устройства беспроводным образом, плюс с помощью разъема USB Type-A. Максимальная мощность 15 Вт по беспроводу. Не забывайте, что iPhone, поддерживающий беспроводную зарядку, способен принимать максимум 7,5 Вт. Сама зарядка работает от USB Type-C провода, в комплекте идет полутораметровый, а также 60 Вт адаптер питания, чтобы обеспечить зарядку всех устройств разом. И удивительно, но у Zen Liberty абсолютно нет аналогов. Nomad, также известная фирма, анонсировала свою зарядку, но никаких обновлений пока нет, и когда ее покажут, да и покажут ли вообще, неизвестно. И что, получается, что нужно брать? Да, брать нужно, если для вас разряженный смартфон раз в месяц, это вообще не вариант. Если можно потерпеть и быстро зарядить по проводу, то я бы присмотрелся к другим вариантам. Все же я не считаю, что есть необходимость в таком огромном количестве катушек. А главная фишка AirPower была далеко не в этом, а в возможности заряжать Apple Watch вместе с другими гаджетами. И то, что зарядка идентифицировала устройство и отправляла на него столько мощности, сколько ему нужно. В остальном, для беспроводной зарядки смартфона и наушников можно выбрать что-то попроще, даже с одной катушкой. Ситуации, когда вы одновременно будете заряжать и смартфон, и наушники, и часы, минимум, проверено на опыте. Чаще это происходит так. На ночь вы оставляете с телефона часы, а днем, раз в неделю, заряжаются наушники. Поэтому выбирайте или беспроводную зарядку с площадкой для часов, или самую подходящую в ваш интерьер беспроводную зарядку, а часики уже по комплектному проводу будем заряжать. На этом все. Пишите, что вы думаете про Zens Liberty. Пользуетесь вообще беспроводной зарядкой или нет? Если пользуетесь, то какой? Вы смотрели ролик на канале iLaunch. Меня зовут Костя. До скорых встреч! Продолжение следует...